Николай Сергеевич Гумилёв, Дон Жуан. Моя мечта надменно и проста. Схватить весло, поставить ногу в стремя и обмануть медлительное время, всегда лапзая новые уста, а в старости принять завет Христа, потопить взор, посыпать пеплом темя и взять на грудь спасающее бремя тяжелого железного креста. И лишь когда средь оргии победной я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный, испуганный в тиши своих путей, я вспоминаю, что ненужный атом я не имел от женщины детей и никогда не звал мужчину братом. Шестое чувство. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревел от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком, скоро ли Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Старый конквистадор Углубясь в неведомые горы, заблудился старый конквистадор. В дымном небе плавали кондоры, нависали снежные громады. Восемь дней скитался он без пищи, кони сдох, но под большим уступом он нашел уютное жилище, чтобы не разлучаться с милым трупом. Там он жил в тени сухих смоковниц, песни пел о солнечной Кастильи, вспоминал сражения и любовниц, видел то пищали, то мантильи. Как всегда был дерзок и спокоен, и не знал ни ужаса, ни злости. Смерть пришла и предложил ей воин поиграть в изломанные кости.